Вот эта огромная лепешка справа у Оли, это как раз та самая лепешка с кимчи и еще там кальмар внутри запечен вместе с этой капустой кимчи. Как она вот легально так продается? Нет, я не знаю ничего. Никто не гонит, да? Просто вот сидит человек. Это мой последний ужин в Южной Корее и сегодня я решил побыть не вегетарианцем, друзья. Иногда могу позволить себе и курочки, вот такой как сегодня, очень вкусной корейской курицы с рисом. Мама! Здравствуйте, друзья! Намасте! Это Олег из Индии, канал Индия Мэджик Ти Ви. Я уже давно в Индии, в Ауравиле. Кстати, я работаю здесь сейчас на Ауравильском радио. Много чего интересного здесь происходит. Все будет скоро у нас в видео наших. Я был немного занят последние дни, поэтому не выкладывал ролики какое-то время. Сегодня можно сказать, что это уже последнее видео из Южной Кореи, замечательной страны, где я провел несколько дней. Честно говоря, я влюбился в эту страну, я бы здесь жил. Но в следующем видео у нас уже будет с вами перелет в Дели. Итак, последний вечер в Южной Корее. До корейской фольклорной деревни ехали мы очень долго, даже по индийским меркам, если сравнивать с Индией. Дело в том, что здесь, в Южной Корее, очень много светофоров. Наверное, это хорошо для корейских пешеходов, но вот когда вы едете на автобусе, то средняя скорость путешествия в черте города получается очень небольшой. Светофор. Прямо через каждые 100 метров. Большой. Отражает шум. Большой какой микрорайон и одинаковые домики. А там еще вон такие же кварталы дальше. Машин сколько там, красивые дома. До 10-ти, как хорошо. До 10-ти. Вам везет, вы фартовый человек. Это может, наоборот, вам везет. А я бы один пришел, мне сказали бы, все, до 6-ти. Вот напитки. Крэн, джэн, 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 джэн. Крэн, джэн, джэн. А это что, тоже вино? Тун, тун. Это зеленые, зеленые персики, не созревшие, вино. Вино. Это кончук, у него смаза. А это слоник. Это чан такой, где делают сольные масла. Интересно посмотреть, как это делается. Ферментируется тоже, наверное. Вот это женьшинь. Да, женьшинь. Вот, все, что здесь показано, просто упакованца. Это чисто подарочный вариант. А он в каком виде там, этот женьшинь? Видимо, порошок. Джинсень, так он и есть. 64 доллара. 60 долларов. А он здесь растет, получается, раз его здесь так много. У нас же тоже растет, китайцы там все, в Хвате любят его. Вот, столовка. Кильмок чим. Это столовка. Прикольно. Вот, это столовка. Столовка. Вот такая столовка. Кимчи. Кимчи панкейк. Блины с кимчи. Да. Блинчики из кимчи. Блинчики из кимчи. Блинчики из кимчи. Здесь чисто традиционная, национальная еда. Это что, вот эти? Это уже все приготовлено. И вот этот соус. Это что? Это речка. Это белая дайкон речка. С перцем. Это обувчики с сока. Маринованные огурцы. Вкусно. А сама еда там, вот смотри, какой-то суп там. Можно погулять, зайти и попробовать. Да, потом... Это же интересно. Блинчики из кимчи. Надо погулять, пока там еще светло. Вот это все до 10, а они щектан до 9. Вот столовка до 9. Ой, так еще время. До 9. Это надо с вами есть попробовать. Блинчики. Вот они, типа вот эти блинчики. Да, вот они. Лепешки по нашему. Блинчики. А, вот кофе. Американо. Вот они вот так вот наряжаются и ходят, да? Да. Ну, я не знала, что там начальное было. Ага. Видите, это классно. Меч. Можно взять меч. Надо было нас одеть. Да? Конечно. Да. Прикольно. Вот шляпы продают, кстати. Видите, здесь. В принципе, цена такая, чтобы все выбирали. Ну, у меня хорошая шляпа. Так, классная. Вот эта шляпа, она супер для Индии, для... Вот для Юга-Индии замечательная шляпа. Красивый мост очень. О, и там мужик на лодке. Типа. А, это манекен, да? Да. Кто-то играет на пианин. Красивая река. А, ну вот река, она и была там на карте. Это корейский, наверное, шаман, да, с тигром. А, какие домики красивые. Здесь можно на лодке покататься. Опа! А, она вот так крутится как угодно. Это ладья, это... Спасательный круг висит, а вот тут можно утонуть. Интересно, глубина тут? Ну, нет. Это будет холодно. Наверное, нет. От воды холодно, да? Там пещера. Теста. О, какая классная какая вот эта штука. Камни. Классно сделали, все молодцы. Конечно. О, какая классная какая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Постепенная переплавка вот этой вот стали и превращение ложки уже вот такого вида. Ну это уже, это как бы, это плавильня, плавильня, это современная, так вон там электрическая точила стоит. И весы вон те. Да, вон электрическая точила. Ну это типа имеется в виду здесь как бы вот сплав времен такой, это плетение. Такие чувачки, все из соломы, можно корзины, лапти, фигурки, игрушки, резьба по дереву. Здесь сидит мастер, крестик по дереву будет фотографировать. Вот тут написано, что можно здесь приобрести мастер. В каком-то магазине там, в сувенирном магазине. Дерево, крестик и он сделал, вырезал, снял нас. Здесь делают мебель, вот такие комоды как раз. Вот эти вот штучки все выдвигаются. Конечно, это картотека. Расщепляют бамбук, вот так расщепляют его и потом бумагой или тканью. Тканью обклеивают вот таким вот образом. Это ткань какая-то. Это игра, да, получается, как игра, как спорт. А там сова сидит. Вон, совушка подсвеченная, красиво. До скольки метро? Метро лучше успеться до десяти. Ага, перекусить можно там, да, где вот это мы заходили вначале? А, вот она же, да? Да. Попробуйте лепешки с блинчиками, да? С гороховыми отростками, такой горох пророщенный. Есть ассорти, здесь морепродукты, потом зеленый лук, вот зеленый лук с морепродуктами. Здесь вот кимчи, вот это кимчи, да? Тоже с морепродуктами, а не без мяса. А это кимчи, да? А здесь отростки, вот эти гороховые, вот. Потом идет каша с мясом свинина. Здесь курица, здесь осьминожки и овощи. То же самое пидембаб, что в Мене. Вот, здесь идет холодная лапша, холодная лапша. Вот, холодная лапша. Здесь идет бульон, мясной бульон на говядине. Ага. Здесь вот эти вот пророщенные гороховые, вот эти вот отростки же есть, мошмар. Вот суп с него. Может супчик взять, я вот думаю? Вот супчик, это тема. Попробуйте вот этот супчик. Это с говядиной, это без говядины. Вот это без говядины. Чунджу, курицы, курицы. А что там есть? Просто ойти, как их, бобовое. А сейчас спросим, что заходит в этот чунджу курицы. Это мой последний ужин в Южной Корее. И сегодня я решил побыть не вегетарианцем, друзья. Иногда могу позволить себе и курочки. Вот такой, как сегодня, очень вкусной корейской курицы с рисом. Стоит это блюдо здесь, наверное, 8,5 или 9 долларов. Точно я не помню. И в нем оказалось реально много курицы. Вам еще до ночи. Вы будете все равно ночью работать, да? Не знаю, может спать лягу. Лепешка уже ваша будет. Я не смогу даже попробовать, наверное. Это очень много. Для меня. Рису сколько они. А какой рис интересный. Это рис? Знаете, вот этот чарный рис смешивается с белым. И получается вот такой. Он очень, кстати, полезный, этот чарный рис. Внезапно наше полупустое кафе наполнилось какими-то творческими людьми с виду киношниками или телевизионщиками. Оказалось, что сейчас сюда приедет очень знаменитая южнокорейская актриса, снимающаяся в корейских мыльных операх. Обслуживать ее будет сам шеф-повар этого кафе. Наверное, будут сериал снимать. Она просит извинения за то, что неудобствует, за то, что шумит. И приедет сейчас знаменитая актриса. Ничего себе. У нас обычно рисуют большие порции, а делают маленькие. Она даже в холодном виде. А здесь наоборот. Вот это огромная лепешка справа у Оли. Это как раз та самая лепешка с кимчи и еще там кальмар внутри запечен вместе с этой капустой кимчи. Все это крайне вкусно, но совершенно невозможно съесть это вдвоем. О, вот она. Я ее только в автокомилизер увидела. Вот она, даже, что я это. Классно так, очки. Какой миленький. Какой миленький. Ну, такая хорошая порция у нее. Очень удачная у нас поездка. В этот день была, друзья. Мы полюбовались на красоты в фольклорной деревне. Поели очень вкусной еды и даже увидели знаменитую корейскую актрису, настоящую звезду. Так красиво здесь на выходе ночью. И там где-то 37-й автобус нас ждет. А может и не ждет. Может, нам придется его ждать. Получается, нам от конечки до конечки. Рынок телефонов. Ну, не только телефоны. Вот есть одежда еще. Ну, в основном телефоны. Да, телефоны. Всякие чехлы для телефонов. Все такое. А, вот и метро. Есть скамейки классные. Вот кофейня классная тоже. Вот тоже бабуля продает что-то сидит. Как она вот легально так продает? Может, никто не гонит, да? Просто вот сидит человек. Классно. Классно. Орешки у него. Даже тупил у него. Даже арахисы. О, какая красивая здесь. Вон там скульптура. Интересно ходить в метро. Смотреть на людей. Вокруг жизнь другой страны. На самом деле, в ощущении жизни больших мегаполисов, всех более-менее развитых стран, наверное, много общего. Так же, как и в быту, сравнительно обеспеченных людей, в больших современных городах тоже очень много сходств. Я был в гостях у жителей Бомбея и Дели и других индийских городов. На бытовом уровне жизни их мало чем отличается от жизни обыкновенного рядового жителя Москвы. Те же холодильники, компьютеры, стиральные машинки, кухни, туалеты. Никакой экзотики в жизни обыкновенного индийского горожанина нет. Вот еще бабуля продает вкусность. Папоротник. Да, очень дешево. Очень дешево. 12, 600 рублей. У нас нет таких цен в России. Да. Все по 500 рублей. По 600 рублей вот все. 10, 900, это 600 рублей. 600 рублей, да. 12 тысяч вон, это 1 доллар. Можно вот так снимать, а потом таймлэп сделать ускоренное. Вот эти кресла другого света. Это для престарелых, для инвалидов, женщин с детьми и беременных женщин. Никто вообще не занимает их. Молодежь сюда не садится вообще. Даже если нет стариков рядом, если много других свободных мест, здесь никто не сидит. Так, мне нужно теперь найти третий выход. А он, вон он, третий выход. Так, 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 третий, третий, вот третий. Туда второй. А это третий мой выход. Очень близко от метро, от этого гостиницы. Вот, выходим. Можно пойти вот так. А можно пойти вот так. Одинаково. Все гостиницы находятся вот, вот если вот так, через дома. Можно было бы пройти. Было бы еще ближе. А так, надо обойти. Вот, идем, идем, идем. 100 метров поворот. Даже меньше, чем 100 метров. Иду вот, где мотоцикл едет. Там поворот на отельчик. Да, вот здесь можно было бы массаж сделать за 250 рублей. Смотрите. Видите, это, наверное, массаж. Ну, не знаю, может не массаж, но что-то связано с ногами. 5 тысяч вонючек, это 250 рублей. Вот, 3 тысячи вонючек, это 150 рублей. Вот, капучино стоит здесь примерно 4 тысячи вонючек. Ну, или 3 500. Вот, считайте. Сейчас такой курс легко переводить. Пополам делим на 10 еще. Вот, видите, все, я пришел. Вот он мой, Крис. Крис. Крис, Трис. Котя. Смотрите, меня встречает, как и кот. Я его уже здесь видел, он тут живет. Вот этот котяр. Черно-белый. Красавец. Так, опять я забыл номер на входной двери. Сейчас буду вспоминать. У меня записано на телефоне. Подписывайтесь на канал IndiaMagicTV, друзья. В следующем видео я уже уезжаю из Кореи и лечу в Индию. У нас есть открытая группа в Facebook. Вы можете в нее вступить по ссылке в описании. Также в описании найдете мой профиль Instagram. До свидания, друзья. Всех благ. Намасте.